Столичная светская тусовка продолжает обсуждать внезапную смерть канадской жены-миллионерши 37-летнего российского певца Прохора Шаляпина. Напомним, 42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис отошла в лучший мир, не справившись с коронавирусом. Поначалу появилась информация, что Прохор не сможет претендовать на богатство покойной супруги, ведь перед свадьбой они заключили брачный контракт. Однако сейчас юристы утверждают, что все далеко не так однозначно. На это указывает популярный блогер Лена Мира на своей странице в живом журнале. Адвокаты дают четкое определение, контракт для развода и жизни, а наследство это когда наоборот. Был брачный договор, не был какая разница. Прошка до последнего переживал за жену. Следовательно, важно завещание, если оно конечно было. А если нет его, то все пилится между родственниками первой очереди муж, дети, родители. Теоретически, у близких Татьяны Дэвис есть возможность оспорить завещание, доказав, что брак с Прохором Шаляпиным был фиктивным. Вот только сделать это будет не так просто. К тому же сам Шаляпин продолжает утверждать, что души не чаял в Татьяне.